Новости спорта продолжают эфир УТС в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Новости спорта. Новосибирцы вышли на игру далеко не основным составом. Дражин Луберич еще не вернулся из сборной, а Илья Скуркаев, Сергей Савин и Денис Черейский остались в запасе. Несмотря на это, железнодорожники уверенно выиграли стартовую партию 25-15, а канадец Джон Гордон Перин впервые вышел на площадку в составе ЛОКа. Это был мой первый матч на арене. Я очень счастлив получить эти эмоции и получить этот заряд от нашей аренды, от наших болельщиков. Второй сет лучше начали гости, которые понимали, что это единственный шанс зацепиться за матч. А вот игроки ЛОКа напротив играли в расслабленном режиме и включились лишь в середине партии, что не помешало ее выиграть 25-21. Третий сет превратился в формальность, с которой железнодорожники справились без проблем. Выиграли сегодня в основном за счет подачи нашей, которая сделала разницу. Вот это, думаю, что 7-0 по эйсов было в нашу пользу. И, конечно, немножко перевес на блоки, хотя и там могли бы сыграть еще лучше. Кубок России для Локомотива лишь первый из трех турниров в нынешнем сезоне. Второй – Лига чемпионов. В прошлом году на выступление команды в Европе повлиял формат розыгрыша. Тогда игры проводились в так называемом «пузыре» в два тура. В этом сезоне в Лигу чемпионов вернется привычный календарь с домашними и выездными матчами. 24 сентября состоится жеребьевка, где бронзовые призеры чемпионата России посеяны в третьей корзине. Я думаю, что самое главное, даже если будут какие-то суперкоманды в нашей подгруппе, чтобы они пришли, чтобы болельщики посмотрели на них, чтобы сыграли дома с такими командами, с топовыми, я думаю, что это всегда плюс для волейбола. Лучшая реклама волейбола играть с такими командами, поэтому только позитивы. Третий турнир – чемпионат страны, который стартует для железнодорожников 2 октября. Перед началом турнира Локомотиву нужно вписать в игру трех волейболистов. Помимо новичка Перина, это сборники Дражин Луборич и Илья Скуркаев, который минувшим летом принял участие сразу в нескольких турнирах национальной команды и практически не отдыхал. Перезагрузка начинается с того, что выходишь вообще в люди, видишь людей, видишь движение, ритм жизни какой-то, потому что там в основном режим жизни был спальня, кухня, зал и все по кругу. Ну и как минимум сейчас приехал в команду, это в любом случае новые эмоции, начало сезона всегда приятно. Плюс будет время отдохнуть чуть-чуть, я думаю, восстановить силы. В чемпионате железнодорожникам нужно попадать в финал шести по итогам регулярки. Времени на дистанции турнира достаточно, а вот Кубок страны более скоротечный. Первый этап Локомотив пока проходит без осечек, а главным испытанием на этой стадии станет домашний поединок против Кузбасса. Поменял связующий в первую очередь и добавил диагональный другой стал. Поэтому, я думаю, и тренер, и каждый тренер видит команду по-своему и строит работу. Поэтому, я думаю, Кузбасс в этом году будет другой по сравнению с тем годом. Но я думаю, что он такой же остался сильный и принципиальный соперник для нас. Поэтому будем стараться и выиграть его сразу здесь, на Кубке. Матч между главными претендентами на первое место в группе состоится в ближайшее воскресенье, а до этого новосибирцы сыграют с «Газпромом», «Югрой» и «Саматлором». Все матчи группы принимает «Локомотив-арена». К другим новостям. Татьяна Конакова – призер чемпионата Европы по спортивной аэробике. Девушка завоевала серебро на турнире, который принимал итальянский город Пизаро. 25-летняя сибирячка заняла в квалификации 5-е место, сумев пробиться в финал. Там спортсменка набрала 21,65 очка, уступив всего 0,05 и золотую медаль болгарской сопернице Дарине Пашовой. Таким образом, Татьяна повторила свой успех в двухлетней давности, когда она также выиграла серебряную медаль чемпионата Европы. В состязании смешанных пар, где девушка выступала вместе с Григорием Шихалеевым, новосибирцы остались без медали. Татьяна получила травму и не смогла выступить в полной мере. Таким образом, дуэт прекратил борьбу за медали еще на стадии квалификации. Подробнее о выступлении новосибирских аэробистов на чемпионате Европы расскажем в следующих выпусках программы. А на сегодня все. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин